А можно? Руки! 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 Первый тайм белгородская команда «Технолог Спартак» начала уверенно. Вела в счете с большим отрывом, но уже во втором ростовчане его практически сравняли. Первый довольно легко выиграли. Вышли уже в расслабленном состоянии. Пришлось вкатываться опять в игру. Но, тем не менее, смогли собраться в нужный момент и выиграть. Это третий тур для нашей команды в чемпионате России по гандболу, который стартовал в конце сентября. В двух играх наши парни одержали победу. Спортсмены говорят, что в последнее время гандбол развивается активнее. Команды показывают лучшие результаты. В том году была команда «Астрахани», которая все проиграла. И можно было смело говорить о том, что у «Астрахани» мы возьмем свое и здесь, и на вы, и здесь. Но сейчас нет таких команд. Мы играли с командой «Чехов-2», «Чеховские медведи-2». Это дубль суперлиги 20-кратного чемпиона России. Первую игру дома проиграли много, а во второй выиграли. Вот, пожалуйста. То есть бороться нужно со всеми. Взять второй тайм со счетом 35-27 нашим парням удалось благодаря слаженной работе. Гандбол – динамичная командная игра, в которой одну из ключевых ролей играет вратарь. Сергей Русинов посвящает любимому занятию уже 25 лет. Гандбол взял в себя все лучшее из всех видов спорта. Потому что, во-первых, забивается больше голов, чем в футболе, как в баскетболе. Но тоже спорт динамичный. И в отличие от баскетбола или волейбола, тут есть позиция вратарь, которой ты не просто забиваешь в кольцо, а нужно еще пройти мимо одного человека. Хотя когда ты уже прошел шестерых. Спасибо ребятам, которые стояли в защите, которые помогали. По традиции, после каждой встречи в Белгороде лучшему игроку команды вручают памятные статуэтки. В этот раз она досталась Евгению Макину. Он начал заниматься гандболом по примеру отца. А сейчас и его четырехлетний сын приходит смотреть матчи с участием папы. Конечно, приятно, что выделили. Я второй раз получил за все время. Уже третий год играю в Белгороде. Ну, приятно. Сыну покажу. Пускай гордится. Уже в конце ноября у нашей команды выездная игра в Москве. А сам чемпионат завершится в мае 2024 года. Светлана Гмыря, Денис Копач. Такой день на Амере Белогорье.